Итак, добрый вечер. Добро пожаловать на разбор демонстрационного варианта КИМ ЕГЭ по английскому языку 2021. Меня зовут Алена. Я являюсь преподавателем проекта 80 баллов. И также я являюсь экспертом ЕГЭ по английскому языку. И, собственно, сегодня мы с вами поговорим непосредственно о демонстрационном варианте, который официально размещен на сайте КИПИ. Этот вариант, он состоит из заданий, которые были на экзаменах прошлых лет. И поэтому наш разбор будет учитывать те типичные ошибки, которые выпускники совершали до вас, ну и которые, я надеюсь, что после этого разбора вы совершать не будете. Прежде чем мы перейдем непосредственно к разбору, еще пару слов обо мне, чтобы вы понимали, кто и почему я вам сегодня про это рассказываю. Я, помимо того, что я являюсь экспертом ЕГЭ, я также являюсь лауреатом конкурса у Китерфода Москвы. Это значит, что я материал точно хорошо знаю, знаю, как его нужно объяснять. Ну и также, чтобы не было сомнений на счет знания английского языка, у меня есть сертификат, кембриджский сертификат, который подтверждает уровень владения языком CTU, это Certificate of Proficiency. Ну и, конечно же, я также, как и вы, сдавала ЕГЭ, будучи выпускницей школы и будучи уже учителем. Вот, поэтому я знаю, что это такое, не понаслышке. Итак, если вы собираетесь сдавать экзамен по английскому языку, наверняка вы уже видели, как выглядит сам экзамен, какова его структура, из каких частей он состоит. Как и любой экзамен, всего в иностранном языке 5 частей и расположено на следующем образом аудирование, чтение, лексика, грамматика, письмо и устную часть. В своем разборе варианта демонстрационного я немножко по-другому построила задание. Мы как бы пойдем скорее от сложного к простому, потому что есть задания, которые стоят самыми последними, то есть это устная часть и письмо в самом экзамене, рассчитывая, что к этому времени вы вскочегаритесь, да, и уже сможете выдать хороший результат, но поскольку сегодня вторник вечер, мы пойдем от обратного и начнем с самого сложного. Самое сложное — это, конечно же, часть письма, которая состоит из двух пунктов. Это личное письмо и письмо в виде сочинения, рассуждения, мое мнение. Даже если вы откроете статистику, вы увидите, что всегда самые низкие показатели по разделу письмо. Дальше самое, чуть-чуть выше этот показатель по разделу лексика, грамматика, далее устная речь, потом чтение, ну и лучше всего всегда выполняют задания по аудированию. Причем все три части, да, даже самые высокие, высокого уровня, тоже хорошо выполняют. И это одна из причин, собственно, почему именно аудирование в наш разбор не будет включен, задание не будет включено. Во-первых, потому что действительно его выполняют всегда очень легко и быстро. И второй пункт — это, конечно же, временные рамки, которыми ограничен наш разбор. Для того, чтобы правильно разобрать аудирование, его, конечно же, нужно слушать. Вот это занимает много времени, поэтому из данного разбора мы его убрали. Но сосредоточимся на более важных пунктах. Итак, переходим непосредственно к разбору демонстрационного варианта, часть письма. Первое задание 39 — это стандартное задание базового уровня, где нужно написать ответ на письмо. Итак, сразу проговорим пункт, на который нужно обратить свое внимание. При чтении задания, первое, мы помечаем себе, кто нам пишет. Итак, мы отмечаем в себе объем, который мы должны соблюдать. Я напоминаю, что к этому объему, ну, как бы еще негласно добавляют плюс-минус 10%, это значит, что минимум вы должны написать 90 слов и максимум 154 слова. Если будет меньше или больше этого объема, то, ну, если меньше, вы получите 0 баллов, да, если больше 154 слов, то ваше письмо секут до 140 слов, и, соответственно, вы, конечно же, потеряете баллы по первым двум критериям — это содержание и организация. Итак, кроме того, что мы отметили, кому мы пишем, и сколько мы должны написать, конечно же, нужно внимательно прочитать вопросы и отметить, сколько их. Итак, наше письмо, которое мы получили, посвящено теме чтения и теме хопи. Нам необходимо ответить на вопросы. Важно ли для нас чтение? Объяснить, почему, как мы любим проводить свое свободное время и какое parents' attitude, если ты не знаешь слово attitude, то, ну, во-первых, придется выкручиваться, в любом случае ответить на этот вопрос. И, конечно же, отталкиваться от тех слов, которые ты знаешь, да. Parents' к родителям, your hobby, свои интересы, связываем два этих понятия и понимаем, что, наверное, attitude — это отношение твоих родителей к твоему хобби, да, то есть отношения могут быть позитивные, негативные, поддерживают, либо, наоборот, недовольны. И вот этот вопрос мы тоже помечаем, мы на него должны ответить. Но это только половина задания, да, кроме того, что мы должны ответить на вопрос, мы еще должны ответить, должны написать три вопроса по заданной теме, а тема у нас вот в последнем предложении. Это тема, так называемая фраза «стимул», на которую мы опираемся при создании вопросов. Вот здесь у нас в задании написано «Задайте три вопроса про папин день рождения». Итак, сразу, опережая ошибки, которые могут возникнуть, говорю следующее. Когда вы пишете письмо, необходимо помнить о структуре письма. Это определенный внешний вид, который включает в себя шаблонные вещи. Далее мы на примере конкретно уже увидим, что имеется в виду. Вы должны ответить на вопросы полно и раскрыто, и так, чтобы даже без вопросов было понятно, что, собственно, вам задали написать. Ну, например, отвечая на первый вопрос, необходимо, нельзя сказать «Да, это для меня важно, потому что открываются целые новые миры, когда ты читаешь». Нет, не ясно, что важно. Важно сказать, «Я считаю, что чтение – это очень важная часть моей жизни». Либо, например, «Я, по моему мнению, чтение очень важно». То есть обязательно нужно вот эту фразу проговорить. Это первое, на чем делают ошибки. Второе – это неправильно заданный вопрос, имеется в виду не по той теме. Вот у нас в строчке стимуля сказано, что день рождения папы был вчера, и нам нужно спросить три вопроса. Вот первое – нужно помнить, что день рождения прошел, поэтому вопрос «Когда был день рождения?» задавать нельзя, он не будет засчитан. Также сомнительно звучит вопрос «Сколько твоему папе лет?» Ну, скорее всего, его примут, но тоже, если есть какие-то идеи, как можно по-другому, ну, какие другие вопросы можно стать лучше, задавать другие вопросы. Потому что все-таки вопрос про возраст – это немножко спорный момент. Вот, то есть нужно помнить, что вопросы должны быть по теме. Теперь, это вот касается содержания. Да, сейчас мы поговорим чуть больше про непосредственно шаблонную часть. Если вы когда-нибудь покупали сборники подготовки по ЕДМ, особенно по английскому языку, ну, там где вот 10 вариантов, 20 есть, значит, после самих этих вариантов в конце книжки есть, естественно, ответы, скрипты к аудио, критерия оценивания письменной густой части, и также есть так называемая схема оценивания. Вот, ими очень удобно пользуются при подготовке, потому что там четко расписано, что должно быть в письменной части. Если мы говорим про письмо, там обязательно встретятся такие формулировки. В письме присутствует благодарность за полученное письмо, ссылка на предыдущие контакты и выражение надежды на будущие контакты. Вот эти три пункта сейчас представлены на слайде. Итак, для того, чтобы проверить, есть ли в вашем письме благодарность, в вашем письме должна быть фраза «Thank you for your letter». Можно написать «Thanks a lot for your letter». То есть разные формы благодарности, слова «Thanks» могут присутствовать, они не ограничиваются только этой фразой. Ссылка на предыдущие контакты означает, что вы показываете, что вы уже знаете этого друга, вы состоите с ним в переписке. Ни в коем случае не надо придумывать, что он прислал вам какое-то предыдущее письмо, в котором были какие-то новости, придумывать еще целую историю. Нет. Вот посмотрите на четыре предложения, которые здесь даны, выберите себе парочку, выучите их и используйте в своем письме. Вот здесь выделены слова «again» и «always». И именно они будут показателями того, что вы состоите уже в какой-то переписке долгое время. Ни в коем случае не надо запихивать оба слова в одно предложение, либо «again» должно быть, либо слово «always». И вот это будет засчитано, как ссылка на предыдущие контакты. В конце письма вам необходимо выразить пожелания, надежду на то, что вы все-таки получите ответ. И можно это сделать следующими способами. «Hope to hear from you soon», «Write back soon», либо просто «Write back», «Drop me a line», накинь мне пару строк. Вот это будет считаться, как ссылка на, вернее, надежда на следующие контакты. И почти этим вы заканчиваете свое письмо. Вот наличие этих трех элементов вам уже гарантирует нужное количество баллов по первому и второму критерию. Ну, при условии, конечно, что будут соблюдены еще некоторые моменты, о которых мы поговорим дальше. Значит, вот по оформлению вот это является часть как бы стандартного шаблона. Что еще сюда входит? В организацию текты, правильное оформление письма, входит правильное написание адреса и даты, которые находятся в верхнем правом углу. Сначала пишется город, потом страна, и дальше под адресом пишется дата. Обращение в неформальном стиле, то есть вы пишете «Дорогой Питер», «Привет, Питер», обязательно после обращения «Запитай», и продолжение на следующей строчке. Продолжение как раз будет в виде предложения «Thank you for your letter». И завершение письма в неформальном стиле, после того, как вы написали «Write back soon», обязательно нужна какая-то фраза завершающая, например, «Твой друг», «Наилучшими пожеланиями», «С любовью», «Запитая» и «Свое имя без знака припинания». Вот этими завершающими фразами стандартными являются выражения «Your friend», «Yours», «Best wishes», «Love», «Lots of love». Одно из этих выражений. Вот при наличии вот этих стандартных фраз вы себе гарантируете максимальный балл по критерию 2 – организация текста. Ну и логика, опять же, если не будет каких-то супергрубых нарушений логики. Что будет считаться нарушением логики? Понятное дело, что если вы следуете плану, который предоставлен в письме, то есть отвечаете на вопросы, дальше задаете свои, все оформление задержания у вас правильно, это вроде бы логично, но есть определенные ошибки, которые мы не всегда замечаем. И первое – это умалчивание определенных моментов, которые нам кажутся вполне очевидными, но на самом деле такими не являются. Ну, например, в начале письма очень часто бывает, что пытаются показать заинтересованность в том, что какие новости прислал ваш друг, или наоборот, когда переходит к вопросам, пытаются использовать вот какие-то такие связующие мостики, которые и нужно использовать, но нужно их использовать правильно. Например, иногда пишут, вот если мы возьмем конкретное письмо, нам необходимо спросить, задать какие-то вопросы про день рождения папы, да, и пытаются вот к этим вопросам перейти к следующему образом. Oh, what a great piece. My congratulations. И дальше начинают задавать вопросы. Но к чему вот эти вот congratulations непонятны, да, вроде бы мы как бы, вы понимаете, что вы пишете про день рождения папы, да, но человек, который вам отправил письмо, он уже сто лет давно забыл вообще, о чем он вам писал, да, поэтому здесь, конечно, необходимо всегда проговаривать, о чем именно вы пишете, и тогда у вас не будет нарушения логики. То есть если было написано My congratulations on your father's birthday, либо My congratulations, I hope your father celebrated birthday well, вот тогда уже понятно, к чему вообще идут эти поздравления. Это первое. И второе, что тоже часто забывают, вроде бы формально письмо написали, ответили на вопросы, задали свои, но забыли о таких, так называемых логических мостиков, то есть переходах от одного вопроса к другому, от одной части письма к другой. Ну, например, когда мы переходим к основной части, да, необходимо вообще пояснить, что мы собираемся отвечать на вопросы. Самый простой вариант написать I'm going to answer your questions, либо You asked me some questions, so now I want to answer them. Да, это звучит, конечно, очень ненатурально, очень искусственно, но тем не менее вы показываете логичность изъяснения своей мысли. Также еще очень часто используются, должны использоваться такие мостики, как as for me, speaking about me, in my opinion, well, by the way, actually, вот такие вот фразы, которые помогают соединить одно предложение с другим. Но опять же, здесь нужно понимать, как вы их используете, да, в каких ситуациях они будут уместны, а в каких совершенно нет. Вот, очень часто используют слово also, которое означает также, еще, то есть, как бы добавление аргумента к предыдущей мысли, но его, и это слово используют для, например, перехода совершенно в другой теме, что тоже является нарушением логики и организации текста. Итак, суммируя все сказанное, один из вариантов ответа может быть следующий, он представлен на слайде. Опять же, я хочу проговорить, что вообще вот в иностранном языке разделы письмо и устная часть это очень творческий, задание, то есть, к ним можно подойти совершенно по-разному и какого-то стандартного ответа не существует. Есть только шаблоны непосредственно оформления. Вот, а то, чем вы наполните, как вы ответите на эти вопросы, конечно же, здесь все уже зависит от вас, от вашей креативности, от ваших знаний языка и, ну, логики того, как вы видите это. Итак, если мы посмотрим на этот пример, как может выглядеть ответ, мы можем отметить следующее, во-первых, конечно же, мы отмечаем, что у нас есть адрес Moscow, Russia, в верхнем правом углу, все верно, под Moscow, Russia обязательно дату, дату можно записывать несколькими способами, можно вот с названием месяца, но будьте уверены, что вы месяц правильно пишете, знаете, как он пишется, и ошибок здесь не наляпайте. Если не уверены, тогда, конечно, можно вот таким образом писать. И если вот выбираете вот этот вариант, первый, 22nd of September, не забудьте тоже в год написать. Это не будет считаться грубой ошибкой, но все-таки тенденциит к тому, что год тоже обязательно должен присутствовать. Итак, после оформления первой части у нас есть обращение «Dear Peter, запятаем», здесь нерушения нет. Дальше мы вот выполняем вот эти шаблонные требования. Мы пишем «Thank you for your letter, great to hear from you again». После этой фразы очень часто любят писать, например, «Двини, что я тебе долго не отвечал, я был занят», или там «Прости, долго не мог ответить». Это можно написать, если вам позволяет объем, это не возгоняется, вот, но будьте внимательны, эта фраза не будет считаться ссылкой на предыдущие контакты, то есть вот обязательно должна присутствовать фраза «Great to hear from you again», либо «I'm always glad to receive letters from you». Ну, в общем, что-то из того, что мы уже ранее обсуждали. В новом абзаце мы делаем переход к ответу на вопросы. You asked me some questions. Мостик сделан. Переходим к первому вопросу. Speaking about reading, I agree with you that it is really important because it broadens your mind, enlarges your vocabulary and helps you learn more about the world. Мы ответили на первый вопрос полностью развернут и вообще понятно, о чем мы говорим. Мы проговорили, что мы сейчас будем говорить конкретно про reading. Мы сказали, что это очень важно и мы объяснили, почему. И объяснили, причем с очень хорошей лексикой, выражение «Broadens your mind», «Broadens your vocabulary». Если вдруг сразу сходу эти выражения не приходят вам в голову, ничего страшного, это задание базового уровня, поэтому можно это сказать все какими-то более простыми выражениями, например, you learn more words, you learn more about the world and learn more new things. Это прям совсем примитивный вариант, но тем не менее он все равно будет засчитан, потому что у вас присутствует слово «because» и объяснение причин. Итак, на первый вопрос мы ответили, нам необходимо перейти к следующему вопросу и для этого мы используем связочку «Frankly speaking». Честно говоря, его можно заменить на выражение «Honestly speaking» и просто «Honestly». Reading is one of my favorite activities when I have free time. I also enjoy painting and playing volleyball. Вот это предложение про reading, оно является тоже своего рода монстиком, то есть мы, не отходя далеко от темы рейдинга, перешли к теме хобби и увлечения. Ну и в принципе логично, да, было сказать, что раз чтение важно, что это является одним из моих хобби. То есть на второй вопрос мы тоже ответили, что мы любим делать в свое свободное время. Осталось ответить на вопрос, как же родители относятся к моему хобби. Здесь тоже может быть много вариантов, но вот один из возможных предлагается следующий. Поскольку последнее было упоминание вида спорта, мы к этому спорту добавляем родителей и отвечаем так. Sometimes we play sports together with my parents as they share some of my hobbies, including volleyball. Actually, they always try to support me and they don't mind anything I do. У нас есть мостик, да, мы говорим, что родители и я занимаемся одним и тем же. И дальше конкретно их позиция сказана. Они поддерживают меня и не возражают против того, чем я занимаюсь. На третий вопрос мы также ответили. Для того, чтобы получить максимальный балл по первому критерию, нам необходимо еще задать по теме три вопроса. Еще раз напоминаю, вопросы должны касаться папиного дня рождения, который был вчера. Для перехода, для мостика, который мы здесь используем, следующая фраза есть. Congratulate your father on his birthday and give him my best wishes. Мы вернулись к теме дня рождения, сделали переход и после него уже имеем право задавать вопросы. Итак, поскольку про дату дня рождения мы ни в коем случае спрашивать не будем, можно задать вопрос непосредственно про празднование рождения. Например, Where did you celebrate his birthday? How many people were there? What presents did your father get? И проверяем все вопросы у нас в прошедшем времени, потому что день рождения уже прошел. Все, здесь мы выполнили полностью первый критерий решения гоникативной задачи. То есть мы по теме ответили, по теме задали вопрос. Осталось только правильно завершить письмо. После вопросов обычно пишут тоже стандартные фразы, например, Ой, меня мама зовет, мне надо заканчивать письмо, ой, мне уже пора бежать, ой, я уже иду спать, ой, кошку надо выгулить, ну, в общем, любое какое-то оправдание. В данном письме предлагаю написать That's all for now. Просто и со вкусом. Ну, и плюс, конечно же, у нас подходит лимит слов, внизу подсчитано количество слов 139, у нас максимум 140, ну, плюс 10%, 154, ну, все равно в этих рамках мы остались. Дальше обязательно заключающие три фразы Right back либо Right back soon. Завершающая фраза Your friend запятая и имя без знака подвинения. Вот таким образом должно примерно выглядеть письмо, опять же, я напоминаю, что наполнение уже зависит от личности, которая пишет письмо, но в демонстрационном варианте вот такой вариант может быть. Переходим к следующему заданию. Задание 40, задание повышенного уровня сложности, потому что здесь требуются высокие знания, хорошие знания лексики и грамматики. Недостаточно простых предложений. С грамматической точки зрения должны присутствовать различные конструкции, в том числе условные наклонения, пассивный залог и разные времена. С лексической точки зрения, конечно, здесь не должно встречаться никаких лексических повторений. Слово Interesting, Beautiful, Importance, это не тот уровень, на который претендует человек, который хочет сдать на повышенный балл экзамен. Итак, значит, изменения, которые происходили в экзамене, последний раз были два года назад и касались они конкретно вот этого задания. Раньше была представлена только одна тема для написания сочинения рассуждений. мое мнение, два года назад ввели вторую тему и на выбор можно было собственно выбрать одну из тем. Да, был выбор. Ну, но сейчас есть, что на самом деле является большим плюсом. Но выбирать тоже надо уметь. Такой критерий, как мне нравится тема, он не всегда будет действовать. Поскольку вы должны показать высокий уровень владения языком, это значит, что вам надо использовать хорошую лексику, а это значит, что тему надо выбирать ту, на которую вы знаете много разных слов. И второй момент, вы должны понимать, есть ли у вас достаточно аргументов на рассуждения по этой теме, то есть вообще есть ли вам что-то сказать. Конкретно в данном случае у нас есть две темы. Education is the most valuable thing for a teenager Если вдруг получается так, что вы не понимаете одно из слов в заголовке, советую тему не брать. Касается это конкретно заголовка один. is the most valuable thing for a teenager. Иногда не все понимают слово valuable и, соответственно, начинают рассуждать на совершенно другую тему и получают ноль баллов, потому что пишут не по теме. Если вы не уверены в значении слова, в общее значении выражения, лучше его не брать. Итак, прежде чем конкретно говорить, что можно написать по этим двум темам, опять же говорю, что это очень творческое задание, да, это все зависит от опыта, который у вас есть, ну и вообще как бы вашего меропозрения, да, ваших языковых знаний, и поэтому какого-то стандартного единого образца здесь нет. Мы проговорим только то, на что обязательно нужно обратить свое внимание. И конкретно первое, на что вы смотрите, это, конечно же, план, который является большим подспорьем вам в выполнении задания. Здесь такой же вариант, только по-русски, да, доступно. Что должно быть? У вас в плане пять пунктов. Это значит, что ваше сочинение должно состоять из пяти абзацев. Лучше придерживаться всегда этого критерия, да, вот такой формулировки. В первом абзаце, как в любом сочинении, должно быть введение. Введение состоит из двух пунктов. Это перефраз и постановка проблемы. Все темы, которые заданы в сочинении, они все имеют проблемный характер, то есть нет какой-то одной точки зрения. Однако, ваша задача выбрать такую точку зрения и придерживаться ей до конца. Итак, под перефразом понимается переформулировка проблемы. Для того, чтобы сделать перефраз, достаточно взять два ключевых слова и заменить их на синонимы. Если мы конкретно вернемся к названиям, в первом случае ключевыми словами будут выражения the most valuable thing и teenager. То есть, если мы хотим перефразировать, а мы обязаны перефразировать, мы не должны ни в коем случае повторять той же формулировки введения, какая она есть здесь, мы должны сказать следующее. is the most significant thing for a youngster, например. Либо Education is the most crucial thing for an adolescent. Мы перефразировали это утверждение, используя синонимы, и таким образом половина введения считается уже есть в кармане. Что касается второй темы, здесь, конечно, немножко сложнее. Ключевыми словами являются выражения replace. Можно заменить на другую конструкцию слово will soon. Ну, or jobs, ну, как-то, наверное, можно на вводик заменить. Здесь тоже нужно, придется в втором случае менять вообще полностью формулировку. Ну, например, robots will work instead of people in the future. Вроде тему сохранили, да, но сказали ее другими словами. Итак, это что касается перефразирования. Нам необходимо показать еще проблему этой темы. Это значит, что нам нужно сделать упор на то, что существуют две точки зрения минимум. Делается это обычно при помощи выражения some people think. Дальше идет утверждение, например, others disagree. Вот эти вот выражения some people think others disagree является как раз подтверждением проблематики. Итак, еще раз, во вступлении у вас должна быть перефразирована тема и показан проблемный характер. Например, These days the topic of education is very disputable. Some people think that education is the most crucial thing for a youngster. Others disagree. Вот оно, ваше вступление. Можно еще в конце добавить I would like to express my own opinion, но это не обязательно. Вот этих двух пунктов будет достаточно. Итак, следующий абзац, который должен быть у вас, это выражение своего мнения. Если помните, в плане указано, что у вас помимо своего мнения должно быть еще два-три аргумента в поддержку этого мнения. То есть, оно должно быть у вас четко сформулировано и прямо как в YouTube их написано в абзаце. То есть, я считаю такты и такты. Ну и плюс должно быть должны быть аргументы в поддержку. В следующем абзаце необходимо дать какое-то противоположное мнение. причем это не значит, что это мнение должно отрицать вашу точку. Это может быть вообще абсолютно другое мнение. Если мы говорим конкретно, например, про проблему образования, вы можете сказать, что вы считаете, что образование самое важное, а другая точка зрения может быть не в том, что оно не самое важное, а наоборот, что самое важное является что-то другое. Но по итогу вы все равно должны вернуться к теме образования, то есть той темы, которая заявлена. И вот опять же, одна из самых дурацких ошибок на самом деле, это когда вы начинаете уходить совершенно не в ту степь и рассказывать о чем-то другом. То есть если вы говорите, что для вас лично самая главная семья, дальше вы начинаете себе противоречить, что нет, семья не самая главная, а самая главная дружба, и потом начинается полемика, что лучше дружба и семья. И про образование уже совсем все забыли. Нет, обязательно нужно следить за тем, чтобы тема образования либо тема роботов продолжалась в каждом абзаце. Итак, после того, как вы выразили другое мнение, должен быть какой-то контраргумент. Желательно, чтобы он был зеркальный. Зеркальный, это значит, что на ту же тему. Например, если говорится, что вы считаете, что образование самое главное, другой аргумент в том, что самое главное это семья, а следующий аргумент, например, противопоставляется семье, например, что у всех подростков есть семья, есть офенс, сироты, которые, в принципе, у них нет семьи, что им теперь сразу идти жениться и заводить детей, чтобы это было самоцельным. То есть, должно быть все зеркально. Если выходит так, что зеркальный аргумент не получается подобрать, ничего страшного, и тогда можно просто добавить еще один аргумент. Главное, чтобы он не повторялся, не повторялся тот же самый аргумент, который был у вас в втором абзаце. И последний абзац, заключение, вы подводите итог и обязательно еще раз проговаривайте свою точку зрения. Вот это тоже является одной из типичных ошибок, когда просто следуя такой толерантной позиции, вы говорите, что у каждого есть свое мнение, у каждого мнения есть право на жизнь. Нет, в данном случае никаких толерантных вещей здесь быть не должно. Ну, я имею в виду в плане сочинения. То есть, в заключении вы пишете и в заключении, просмотрев все аргументы, выслушав, прочитав все аргументы, я еще раз утверждаю, что мое мнение такое-то и такое-то. То есть, по итогу, после всех этих рассуждений, у вас должно остаться свое итоговое мнение. Итак, кратко, как же может выглядеть ответ по первой теме. Вначале сказано, к примеру, как я уже сказала, следующий абзац начинается. И дальше мы приводим аргументы. Ну, во-первых, образование, расширяет кругозор, да, какой-то пример дан, что мы узнаем много о тех местах, которые, например, мы не можем посетить, да, или там о тех вещах, которые для нас не являются рутинными. И второй аргумент, во-вторых, люди с образованием, ну, как бы, гарантируют себе получение хорошей работы. Следующее противоположное мнение может заключаться в том, что others, other people disagree. they claim that family is the most valuable thing for a teenager. Здесь уже можно повторить формулировку, это ошибки не будет. Формулировку нужно только поменять в вступлении, дальше ее можно использовать спокойно, похожее, пока она не дана изначально. И так, когда нам сказали противоположное мнение, нам тоже нужно дать аргументы, да, например, во-первых, семья воспитывает человека, самое главное, чтобы человек был хороший, и второй аргумент, например, образование не всегда гарантирует хорошую работу, зато семья всегда гарантирует поддержку, например, в сложных жизненных ситуациях. И как контраргументы дальше можно сказать, что я не согласен с этой позицией, образование, даже если не гарантирует хорошую работу, то оно развивает навыки, которые очень пригодятся в жизни, например, будут гарантией основания своего личного дела, да, ну, это уже нужно продумать, опять же, каждому лично, как они развернут эти вот аргументы, но то, что мы отталкиваемся от предыдущего абзаца, это уже большой плюс. И в завершении мы пишем in conclusion, taking into consideration all the arguments above, I still believe that education is the most valuable thing for a teenager. Мы подвели итог и сказали, что все равно мы придержимся своей позиции. Правильно оформлено грамматически, лексически и орфографически это сочинение должно принести вам ближе к максимальным баллам. Следующая, вторая тема, которая связана с роботами, в принципе, принцип действия такой же, да, вначале мы перефразируем, говорим, что роботами. Дальше высказываем свое мнение. Например, робот will soon replace people in all jobs. First of all, и дальше мы поясняем, да, например, роботы работают эффективнее, во-вторых, не нужно столько отдыха, и в-третьих, допустим, они не требуют высоких зарплат. Дальше, как противоположную точку зрения мы скажем. However, some people disagree. They claim that robots, they claim that there are some jobs that robots will never be able to replace people in. Well, and as a example, it's какие-то, например, творческие работы либо работы связанные с общением. Мы говорим, во-первых, есть творческие работы, где необходимо креативное мышление, во-вторых, например, роботы не умеют спонтанно придумывать какие-то решения, они только делают то, что заложено в их коде. И дальше, как контраргумент, нам необходимо как-то это оскорить, да, мы можем сказать, что я с этим мнением не согласен, I cannot agree with this opinion. И проговариваем, что, ну, например, если у нас последнее было, что у роботов есть определенный код, которым они следуют, можно сказать, что сейчас очень популярна технология, как она у нас называется, интеллект, искусственный интеллект, который показывает, что все-таки технология развивается, может быть, когда-нибудь, мы будем способны сделать таких роботов, которые смогут принять решение. И в завершение мы обязательно должны сказать, in conclusion, I'd like to say that I still believe that robots will soon replace people in all jobs. То есть, нам важно сказать, показать, да, вот эту связочку in conclusion, что мы подводим итог, и еще раз проговорить свое мнение. Вот таким образом можно написать сочинение, опять же, нужно помнить про такой критерий, как организация и логика изложения, то есть обязательно должны присутствовать вот эти так называемые линкеры, соединяющие слова, которые показывают, к какому абзацу мы переходим, а именно выражение some people say others disagree в первом абзаце, во втором in my opinion, в высказании своего мнения, при перечислении аргументов to begin with, secondly, more of, in addition, ну, все вот эти слова соединительные, however, когда мы показываем противоположную точку зрения, ну, и в заключении in conclusion, либо to conclude, и помню, что все они выделяются запятыми. Итак, самую сложную часть мы разобрали, двигаемся с вами дальше. Дальше часть, которая является тоже довольно сложной, но мы начнем с простой части сложного задания, это лексика и грамматика. Итак, в таких заданиях всегда нужно сначала прочитать, просмотреть глазами текст, да, и уже можно будет понимать вообще какие слова требуются. Ну, на самом деле, вот особенно в грамматической части все довольно стандартно. Итак, в следующем предложении, там, где у нас пропуск, мы понимаем следующее. Эта история дает информацию о жизни Australian Ship Stations. Ну, даже не дочитывая, мы понимаем, что вы можно, собственно, не так много вариантов, как мы можем исправить слово вы, да, и понимаем, что после глагола give нам необходимо слово нам, дает нам информацию. Us. Следующее предложение. Книга, что-то там, The Writer International came as soon as it was published. Как только книга была опубликована, она, ну, глагол bring означает приносить, да, значит, она принесла писателю интернациональную, да, межнациональную славу. Поскольку здесь у нас есть прошедшее время, значит, и глагол bring тоже будет в прошедшем времени, это неправильный глагол, его форма, вот, не путайте с глаголом ring, 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 да, вот, единственный вариант, как он может меняться. Следующий пункт. Нам необходимо использовать слово star, star это звезда, но есть еще одно значение, если мы сейчас посмотрим на предложение, мы поймем, что это за значение. В 1983 году книга была адаптирована под мини-сериал, ну, и, видимо, да, с участием Ричарда Чемперлина и Рэйчел Борн. Ну, если вы смотрите различные фильмы, сериалы, да, наверняка видели не раз выражение starring, при участии, да, такие звезды принимали участие, снимались, да, поэтому здесь именно это слово нам и нужно. Других вариантов особенных у нас нет, поэтому слово star пишем, не забываем добавить еще одну Р, чтобы не получился главу staring в Биалеса. Ну, и сразу включаем себя писать заглавными буквами, да, чтобы в плане ответа сразу писать все, как нужно. Вторая часть тоже касается грамматической части, даже не читая текст, мы видим прилагательный late поздний и перед пропуском артикль there. Он ставится только в том случае, когда нам необходима превосходную степень сравнения. Если мы посмотрим на само предложение, то поймем, какая же форма нам нужна. Тем не менее, какие-то там изобретения, даже более современные и изощренные, предлагают какие-то дополнительные функции для людей. Ну, и мы понимаем, что здесь нам нужно прилагательное, если речь идет о современных изобретениях, значит, они самые последние. А, соответственно, здесь у нас должно быть слово the latest, самые последние изобретения. Двигаясь дальше, читаем следующий пункт. Smartbox Technology это один из примеров того, как GPS-система отслеживающая, да, дальше у нас есть слово use, использовать, to lower car insurance. Если вы не знаете, что такое to lower car insurance, ну, может быть, это даже не нужно. Самое главное понять, кто кого здесь использует. Да, это Smartbox Technology использует, а что она тогда использует? To lower, дальше у нас идет глагол. Либо она используется для того, чтобы что-то сделать, да, после частички to у нас всегда идет глагол. Скорее всего, второй случай, да, и мы понимаем, что здесь у нас должен быть пассивный залог. Конкретно мы обращаем внимание на то, что здесь у нас есть множественное число systems, и весь текст у нас в настоящее время. Значит, глагол use мы ставим в пассивный залог are used. To lower. Are used. Ну, на будущее, да, to lower car insurance означает уменьшить плату за страховку машины. If the driver, the rules, he gets a discount or an insurance premium. Здесь у нас отрицание, и сразу же обращаем внимание на слово if. Как только оно появляется в предложении, здесь нужно быть очень внимательным. Поскольку пропуск у нас в той части, где if, мы смотрим на вторую часть условного наклонения, здесь у нас простое настоящее время. А это значит, что в первой части у нас тоже будет простое настоящее время. А там, где слово if, в этой части предложения, будущего времени will или форма would никогда не бывает. Значит, здесь у нас должно быть drive, единственное число, значит, отрицание единственное число в настоящее время, это слово doesn't break. Doesn't. ну, я вот так вот подчеркну, а то я сейчас очень долго будем писать. И последнее, без сомнения, это новая технология, дальше глагол become, популярна среди водителей очень скоро. Слово сумм указывает нам на будущее время, значит, мы должны сказать будет популярна, станет популярна. Will become, тоже здесь become подчеркну, станет популярна. Вот на такие подсказки необходимо смотреть при выполнении задания. Если мы двинемся дальше, то мы переходим в часть посложнее, это часть лексико-грамматическая, то есть здесь необходимо уже менять часть речи. Итак, тоже смотрим на подсказки. Здесь у нас рассказ про город Охланд, который находится в Новозеландии, и, собственно, какая-то информация про этот город. Первое, что мы видим, это глагол популятивность, населять, и перед пропуском у нас стоит артикль the, который употребляется только существительными, и дальше фраза of. И вот эта вот структура the, of, она тоже используется только существительными. Мы видим, что здесь речь идет о резиденции, это жители, значит, у нас речь идет о населении. Значит, правильный ответ у нас здесь будет слово population. Это население, от глагола популять, населять. Дальше у нас с вами пропуск после глагола is. И дано прилагательный конвенент. С прилагательными нужно быть внимательными, потому что у них есть отрицательные приставки, то есть здесь необходимо смотреть на смысл. Что у нас по смыслу предложения? It is situated in the north island of the country. Вроде и так нормальное предложение, да, то есть даже если мы этот пропуск не будем заполнять, смысл у нас не меняется. Вот в таких случаях, когда смысл остается нормальным, да, и нет никаких нарушений, это значит, что скорее всего у нас пропущено наречие. Конвенент это прилагательное, для того, чтобы из него сделать наречие, нам достаточно добавить на конце субикс L-Y и у нас получится слово конвенент. Проверяем, сходит ли все по смыслу. Он удобно расположен на севере острова страны между там вот дальше идет название гор и залива, да, все нам абсолютно подходит, у нас нарушений никаких нет, он действительно удобно расположен. Следующий пункт. У нас одно предложение город, ну, в городе, да, есть океанический климат, такой, по-моему, нет, который is дальше to the climate in most of Europe. По смыслу предложения мы понимаем, что этот климат похож на тот, который есть в Европе. И у нас есть слово compare, сравнивать, то есть он сравнимо с климатом. После слова is нам, скорее всего, здесь понадобится прилагательное, и прилагательное от слова compare будет comparable. Здесь мы убираем букву и и добавляем суффикс able, который является суффиксом прилагательного. Comparable, сравнимый с дальше у нас глагол appoint, здесь немножко можно запутаться, наверное, поэтому смотрим на смысл предложения. ничто не может тебя в Окленде, именно поэтому он является популярным местом направления для многих иммигрантов в Новую Зеландию. Если все туда направляются, значит, это место очень классное. Значит, ничто нас не может в нем, ну, здесь не совсем очевидный ответ, здесь у нас должен быть ответ disappoint. Как такового глагола appoint, он имеет немножко другое значение, например, appoint назначать, а вот disappoint означает разочаровать, ничто не может вас разочаровать в этом месте. Disappoint. Просто добавляем ответ вставку. В следующем отрывке последнее предложение. Большинство экспатов, это люди, которые приезжают на работу в другую страну, большинство экспатов считают, что общаться с местным населением очень легко, потому что они, которые являются очень, а слово friend, мы понимаем, что единственное прилагательное, которое мы можем здесь составить, это слово friendly. То есть на конце просто добавляем ly, и в данном случае это будет не наречие, а прилагательное, которое является исключением. И последний пропуск, который нам нужно дополнить, знакомимся, опять же, с самим текстом. Другая позитивная вещь об Ухланде это количество свободного места и природы, которую очень любят те, кто приезжают from more densely inhabited и дальше очевидно нам нужно существительное. Люди приезжают из более густонаселенных мест. И от слова locate мы должны составить существительное location. либо можно поставить множественное число locations. Здесь у нас нет конкретного указания на количество, поэтому оба варианта будут засчитаны как правило. То есть либо location, либо location. Вот какие ответы у нас должны были получиться в этом задании. Двигаемся дальше и переходим к самому сложному заданию раздела лексик грамматика. Задание multiple choice. сложное оно, потому что здесь нужно знать много сочетаний и обращать внимание опять же на подсказки, которые есть в тексте. Итак, быстро просмотрев текст глазами, мы понимаем, что здесь идет рассказ о писателе, который прожил два года в самодельной хижине. Ну и собственно написал книгу там. Итак, в первом пропуске у нас предложение следующее. он сделал это по двум причинам. Потому что он хотел что-то that people spend too much time and money on food and clothes. Скорее всего, если мы будем по-русски обсуждать, он хотел доказать, что люди тратят очень много денег и времени на еду и одежду и так далее. У нас есть варианты prove, ensure, agree, secure. Здорово, если ты сразу вспомнил, что слово prove является глаголом доказывать. Ensure означает убедиться и мы не можем его использовать со словом that. Мы ensure somebody, мы убеждаем кого-то, убеждаем сами себя. Agree that у нас не сказано с кем и насчет чего он соглашает. То есть игры у нас тоже не подходят. Secure означает обезопасить. Кого он будет обезопасивать тоже непонятно. Единственный подходящий ответ здесь будет prove. Ты про дик. следующее предложение у нас начинается с пропуска. Это значит, что должна быть какая-то вводная фраза. To the writer he spent only one hundred dollars a year while he lived in this hut. Он потратил только сотню долларов в год, пока он жил в этой хижине. И вот это to the writer показывает, что это все происходит по словам автора. Есть единственное выражение, которое используется с частью to the writer. Ну и собственно которое имеет значение в соответствии с тем, что говорит писатель. Это выражение according to в соответствии с тем, что говорит писатель. Regarding не используется с предлогом to. Including тоже не используется с предлогом to. Include something включать что-либо в себя. Concerning касательно тоже не используется с предлогом to. Ну дальше у нас идет текст текст, да, рассказывается чем он там собственно питался, как он вообще жил, чем занимался. И дальше в следующем абзаце рассказывает, что весь этот период у него активно шла работа. И он написал книгу, которая называется ну видимо лес, да, либо деревья, которая дальше у нас стоит us all about these seven or eight hundred days. Логически подумать, мы понимаем, что книга рассказывает нам об этих семи, восьми, семисот, восьмисот днях, которые он там жил. У нас есть разные варианты глаголов, которые все имеют значение рассказывать, но опять же здесь вопрос употребления. Speak us сказать нельзя, speak to someone либо speak something, обычно speak some language. Says требует после себя to, если нам нужно кому-то сказать, says to us хотя бы. talks разговаривать тоже после себя не требует вот этого дополнения us. Единственное слово, после которого обязательно надо сказать, кому мы говорим, это слово tells. Tells us about. Вообще нужно запомнить выражение tell something to, вернее, tell somebody something, кому-то что-то сказать. Tell me about. Вообще, если послушать песню, очень часто есть логул tell, tell me about your love, в общем, какие-то такие фразы, поэтому обязательно нужно в песнях подмечать. Итак, единственный правильный ответ здесь tell, потому что после него нам требуется вот это дополнение us. Several other books also describe the time when he to live all by himself. Смотрим на варианты used, made, kept, held. Итак, у нас здесь опять же есть подсказка слова to. To live all by himself. Несколько других книг также описывают время, когда он жил сам по себе. Итак, если ты сразу не догадался о том, какое слово здесь должно быть, также мы перебираем варианты. Итак, held означает держать, задерживать. Held to live all by himself. Непонятно вообще, что это такое. Kept to live all by himself. Тоже вообще, почему это не ясно. He made to live all by himself. Кого он заставил? Не ясно. Такого употребления слова made нет. Мы можем сказать he made somebody to live. Он заставил кого-то, но здесь нет кого-то. Значит, единственный вариант у нас остается ответ used to. И я напоминаю, что выражение used to означает раньше жить. То есть, больше этого действия уже не происходит. Далее, мы переходим к 36-му пункту и там у нас прямая речь, где он рассказывает I am for simple living and I being alone. Здесь у нас является подсказка, во-первых, настоящее время, а во-вторых, вот эта вот форма ингового окончания. То есть, нам необходимо вспомнить, после какого глагола обязательно идет герундия. У нас есть варианты amuse, please, satisfy, enjoy. Amuse, развлекать, amuse, someone, кого-то развлекать, сюда не подходит. Please, просить, умолять. Я за простую жизнь, и я умоляю быть одним, но тоже очень странно. Но опять же, да, и после глагола please, ингового окончания нам не нужно. Satisfy, удовлетворять, но мы не можем так сказать, мы могли бы сказать, я был бы, я удовлетворен быть один, когда нам нужен пассивный залог. I am satisfied. Единственный правильный вариант это глагол enjoy, потому что именно он после себя требует ингового окончания. Enjoy reading, enjoy writing, enjoy doing whatever. Enjoy doing. Тридцать седьмое. He, и дальше. Пропуск. You feel when you read this book that it is fine to walk around the field sniffing the wild grape and green grass. Ну и дальше идет описание, да. У нас есть варианты makes, gives, turns, takes. По смыслу предложения мы понимаем, что вот чтение книги, оно как бы вас заставляет вот чувствовать все это, да, как будто вы сами там находитесь. Единственный глагол, который имеет значение заставлять кого-либо что делать, это глагол make. He makes you feel. Убедимся, что остальные не подходят. He gives you feel непонятно, потому что если мы хотим сказать, он дает вам чувство, тогда у нас должно быть не feel, а a feeling. Если мы хотим использовать turns, he turns you feel, опять же, он включает тебя чувствовать с не такого выражения. He takes you feel, но тоже такого выражения не существует, да, единственный правильный вариант это makes you feel, он заставляет тебя чувствовать. И последний пропуск. Сразу мы обращаем внимание на запятую. Это очень важный момент, поскольку пропуск у нас в самом начале, и он обособлен, это значит, что нам нужно какое-то вводное слово, которое обособляется. Из всех вариантов, которые здесь представлены, у нас обособляются только слова more, river и however. Otherwise, не обособляются, although, тоже не обособляются, они используются в других конструкциях. Смотрим на смысл. If people passing by the pond used to hear him whistling old ballads or playing very softly, beautifully, ля-ля-ля-ля-ля-ля, там продолжение. Если мы хотим использовать more river, значит, до этого у нас должна была быть какая-то идея, которой мы дальше даем продолжение, мы ее развиваем. здесь сказано о том, какие простыми вещами можно наслаждаться. И дальше появляются люди, которые слышали, как он там напевает, поет, и вообще он там выглядел очень грустно. Это не продолжение предыдущего предложения, предыдущей идеи. Это скорее противопоставление, что хоть он там и говорит о том, как он наслаждается одиночеством, выглядел он все равно очень одиноко, поэтому единственный правильный ответ здесь будет ответ however, однако, и именно эта фраза обособляется, что и дает нам право ответить именно так. И переходим к последней части, которая у нас есть сегодня на разбор. это задание чтения, с которым тоже справляются в принципе неплохо, но опять же есть определенные нюансы, которые мы разберем конкретно вот в демонстрационном варианте. Итак, первое задание, нам необходимо соотнести заголовки и смысл текста. Задание довольно простое, если знать, как его делать, нужно обращать внимание всегда на ключевые слова. Тот заголовок, который мы подберем к тому тексту, который мы подберем в заголовок Building Materials, мы, скорее всего, найдем название материалов строительных, потому что слово идет в Building. Longest on Earth значит, будут, скорее всего, какие-то измерения, например, сравнения. Если мы говорим про земли, ну, могут быть, например, реки самые длинные или самая длинная, то есть, ну, какие-то хотя бы названия, да, какой-то параметр измерения будет. Tape Travel безопасное путешествие. Ну, здесь, наверное, главное у нас слово Safe, безопасное, значит, мы будем искать какие-то слова, связанные с темой безопасности, да, либо, например, выражение нельзя что-то делать, что может привести к катастрофе. Designing a Building слово designing здесь самое главное, думаем о том, кто занимается проектировкой зданий. Invented by accident здесь важно выражение by accident, что означает случайно. То есть, история будет какая-то, что хотели одно получить, а получилось совсем другое, да, и что-то изобрели. Comfortable living, конечно, здесь важно слово comfortable, да, то есть, удобное, например, место расположения, мебель удобная, то есть, в общем, что-то связанное с проживанием, и это все комфортно. How did they do it? Обратим внимание на то, что здесь у нас единственное есть указание на время прошедшее, значит, мы будем искать текст, который находится в прошедшем времени. Why seasons change? Здесь, конечно же, важно слово seasons, мы, скорее всего, увидим какие-то отсылки к сезонам, да, либо название autumn, spring, winter, summer, либо название месяцов, например, которые относятся к этим сезонам, ну, и ответ на вопрос why. Итак, быстренько пробежав глазами, первый текст, к нам прямо вот глаза прыгают в следующие слова. Bamboo, grass, что нам еще? Natural resources, homes, animal skins, woven hair. Все это нас отправляет теме building materials, потому что из всего этого можно построить дом. Ну, собственно, это и будет правильный ответ. Пробежав быстро, второй абзац, мы видим первое слово architect, дальше у нас в глаза бросается apartment building, palace hospital, то есть виды зданий, да, дальше мы видим things to consider, вещи, которыми надо поразмыслить, location, surrounding environment, то есть что вас будет окружать. Соединив все это в одну тему, мы понимаем, что это все связано с темой designing and building. Для подтверждения слова building, да, у нас есть различные названия building, и вот эти вот моменты, они касаются конкретно дизайна, на что нужно обращать внимание. в следующем тексте опять быстренько просмотреть, мы видим, ну что мы видим? Мы видим слово created, created означает создать, но как-то единственное из всех вот этих заголовков есть подозрение на пункт 5, нам надо в этом убедиться. И видим предложение, as a result, he discovered the substance had frozen to the stick and the frozen fruit flavored ice. Treat was created. Угу. То есть, кто-то там изобрел, да, какое-то мороженое, и самое главное, вот то, что я тоже сейчас пропустила, я надеюсь, что вы заметили, вот это выражение, by mistake, которое означает ошибочно, случайно. И значит, что вот именно слова created и by mistake нас относят к пункту 5, к ответу 5. Двигаясь дальше, мы быстренько просматриваем текст и находим следующие слова, которые, опять же, бросаются нам в глаза. Six months every year. Что еще мы видим? Spring and summer, autumn and summer. winter, указание сезона. Чуть внимательнее, посмотрев на текст, потому что он не такой простой, да, мы понимаем, что речь идет о Северном полюсе, и здесь рассказывается про то, как, даже если слово hemisphere вам не знакомо, да, это полушария, не важно, о том, как в разных полушариях меняется сезон, да, и в последнем предложении сказано, что когда в Северном полушарии становится больше света, там проходит весна и лето, да, в это же время на южном полушарии осень и зима. Это отвечает на вопрос, почему меняются сезоны, значит, здесь на путь ответ 8, заголовок 8. Пункте И, на что мы сразу можем обратить внимание. Ну, здесь какие-то даты, да, у нас появляются, какие-то названия животных и последнее предложение. It's a mystery how such a primitive civilization could create such artwork with precision when they had no means of viewing their work from air. То есть у нас здесь присутствует какая-то загадка, как древние люди, да, в Южном Перу около 400, 400 года до нашей эры создали портреты животных, обезьянок там разных и так далее, да. На какой же вопрос мы можем ответить, если это было, создание, да, всего вот этого было очень-очень давно. Мы можем стараться найти ответ на вопрос, как же они это сделали. How did they do it? Под словом they имеется в виду люди, которые вот жили в этом месте, да, people of the nus. Вот они у нас употребляются один раз, да, ну и дальше про них же и идет речь, поэтому здесь будет ответ 7. Дальше мы двигаемся, опять у нас такой более географический текст, да, ну и с дат 21 сентября 22 марта, да, мы понимаем, что здесь речь идет о тоже перемене дней и ночей, ну и что же самое главное мы здесь можем увидеть. Быстренько просмотрев глазами, мы видим, что лето около 6 месяцев длится, солнце можно увидеть 24 часа в сутки, в то время как на южном полюсе темно, да, и ночью, и там зима. Наверное, сразу так сходу сложно сделать, если мы посмотрим на варианты, которые у нас остались, у нас остался ответ 2, the longest on earth, safe travel, comfortable living. Ну, что из этого мы точно можем исключить? Мы точно можем исключить, наверное, safe travel, да, потому что здесь про путешествия никакого слова нет. Про то, как живется в этих условиях, тоже никакой информации нет. Единственный подходящий ответ это the longest on earth, и речь здесь идет о самом длинном периоде, да, самом длинном летнем периоде и зиме, который длится 6 месяцев, соответственно, в одном полушарии, да, с одной стороны земли и другой. И у нас остался последний текст. Сразу первое, что бросается в глаза, это Titanic, сразу все вспоминают про аварию, да, и сразу хочется, конечно, подумать о том, как бы обезопаситься от этого, но нам надо убедиться, что здесь речь все-таки идет об опасности, а не о том, как там было комфортно. Итак, просмотрев еще текст, мы можем найти ключевые слова. several nations work together to establish an international ice patrol, the US Coast Guard runs the patrol, warns the ships, то есть есть специальная организация, которая предупреждает корабли на случай, если у них на пути появится iceberg. И сделано это для того, чтобы не повторилась история с Титаником, то есть мы понимаем, что здесь речь идет не о комфорте, а о безопасности. Соответственно, последний ответ у нас должен быть три. Вот такие вот подсказки, да, быстро просмотрев тексты, можно найти и соотнести их с ответами. Но, конечно, всегда себя необходимо перепроверять. Даже если кажется, что все просто, лучше еще раз убедиться и найти конкретное подтверждение для каждого заголовка. Двигаемся дальше. Второе задание по чтению, оно даже отчасти, наверное, больше грамматическое, чем касательно чтения, чем навыки чтения. Здесь грамматика на самом деле действительно очень подходит. Итак, просматривая варианты, мы видим, что некоторые предложения у нас начинаются со слова that. И это является большой подсказкой, потому что слово that перед ним не ставится запятая. Значит, мы точно исключим те случаи, где перед пропуском стоит запятая. Запятая может ставиться перед словами which или who, в зависимости тоже от смысла, но запятая может быть, поэтому здесь эти пункты мы точно не будем исключать. Ну и давай быстренько просмотрим текст. Значит, здесь у нас идет разговор о русских сувенирах, естественно, матрешка, да, и дальше предложение there are many other goods, goods в значении товары, и вот как же хочется продолжить. Есть еще много других товаров, которые что-то, да, какое-то продолжение. Which are situated in the center of Moscow точно нам не подходит, да. That one may buy in Moscow as a souvenir. Существует много продуктов, много товаров, которые можно купить в сувенирных лавках, ну, вроде бы, звучит ничего, да, надо убедиться, что это единственный правильный вариант. Много сувениров, которые порадуют людей сладкоежек, к чему сладкоежки не очень понятно, да, дальше у нас кто это говорил про стереотипные подарки, хотя немножко кислые, тоже неясно к чему, которые недалеко от Москвы, ну, тоже не подходят, writing a bike, reading a book, вообще из другой оперы, мы понимаем, что для первой нам подойдет ответ один, и лексически, и грамматически. Следимся дальше. Здесь идет речь о шерстяных платках, да, которые всегда были популярны, потому что у нас холодно, сделаны они в Павловском посаде, дальше у нас запятыми выйдем на предложение, это значит, что мы его можем убрать без нарушения смысла, здесь у нас какая-то дополнительная информация, какая информация может быть обособлена про платки, значит, ну, Павловский посад, да, это город, который находится, ну, где-то, наверное, недалеко от Москвы, про Москву, первый пункт мы уже использовали, находится в центре Москвы, точно город там не находится, which is a town not very far from Moscow, да, отлично, сюда этот ответ подойдет, у нас есть упоминание города, и это дополнительная информация, убрав которой мы не нарушим ничего, следующее, it is nice to cover oneself up with it sitting in the armchair watching a movie, и дальше вот тоже идет какое-то что-то идет, ну, если мы посмотрим внимательно, да, сказано, что очень удобно вот этой шалью обмотаться, да, посидеть в кресле, посмотреть кино, и вот дальше хочется еще какие-то примеры дать, да, и вот единственный пункт, где мы можем дать такие примеры, это последний, да, почитать книгу, попить кофе или чай, все другие варианты нам не подходят вообще даже по логике, значит, здесь у нас будет ответ на 7. Переходим к следующему пункту, паузовский фасад, производят шарфы для мужчин тоже, их можно купить в интернете или в специальных магазинах, и вот дальше тоже еще чего-то нужно добавить после запятой, мы помним, что на 7 мы тоже использовали, да, 5 мы тоже использовали, и так, у нас остается магазин, который в центре Москвы, ну, можно, почему нет, магазины, которые понравятся сладкоежкам, вообще ни о чем, хотя немного кислые, магазины кислые нам не нужны, кататься на велосипеде вокруг деревень по России, к чему это вообще не ясно, да, значит, единственный правильный вариант у нас магазины, которые находятся в центре Москвы, ну, обычные брендовые магазины там находятся, далее, белловская пастила, это сувенир, ну, это пастила, значит, это что-то сладкое, да, и мы уже помним, что у нас был единственный пункт про сладости, это пункт 3, который понравится всем людям, сладкоежкам, и дальше рассказывается о том, как же это все производилось, откуда это слово взялось, что оно означает, и в последнем пункте рассказывается, что именно, на что оно похоже, да, что это пастила похоже на торт, дальше запятая, и два варианта, riding a bike, ну, он здесь совершенно ни к чему, и даже если мы не знаем slightly sour taste, что означает немного кислый вкус, яблок, по смыслу, все равно, это единственное, что подходит, значит, здесь у нас будет ответ 4, на мой взгляд, задание очень простое, даже не зная многих слов, ему можно было легко сделать, и последнее задание, которое мы сегодня разбираем, это задание по чтению, самое сложное задание, multiple choice, в таких заданиях обязательно нужно подчеркивать ключевые слова, находить какие-то подтверждения своим ответом, не додумывать самостоятельно, итак, быстро проглядываем текст, как правило, каждый абзац относится к одному вопросу, в первом вопросе сказано, по словам автора, в ее детстве она раньше смотрела телевизор, позвонила, каждые полчаса ходила с семьей, ходила шоппинг с друзьями итак, здесь я предлагаю поставить на паузу наше видео и просмотреть текст, потому что, конечно же, текст можно узнать. Итак, возвращаясь к первому вопросу, первый абзац у нас посвящен детству, и что мы здесь можем увидеть, конечно же, здесь есть упоминание родителей, есть упоминание шоппинга, но самое главное, здесь сказано, что сейчас мы найдем, значит, автор, да, спрашивает, что там любит, секундочку, автор общается с подростком по телефону, по телефону, так извините, да, общаются, да, они тут говорят про телефоны, да, про современные вообще способы. Итак, смотрим сюда, I asked her what she likes to do with her friends. We go to the mall. Значит, вот у нас появляется слово friends, говорит, we go to the mall, she said. И дальше она уже рассказывает, что ей необходимо каждые 30 минут рассказывать, да, что, вернее, отзванивать с мамой, говорить, что слезь ей в порядке, но самое главное, что она говорит, we go to the mall. Все, ответ 4 нам подойдет. Про телевизор ничего нет, про то, что она каждые полчаса звонила автор раньше, да, здесь тоже ничего нет. Про семью тоже не сказано, потому что с семьей идет девочка, о которой, с которой автор разговаривает, да, вопрос у нас про автора. И вот единственный правильный ответ, да, что мы ходим с друзьями в магазин. Следующий вопрос, что вот эта вот девочка 13-летняя делает каждый месяц? Ответ мы можем найти в следующем пункте. Those mall trips are infrequent about once a month. More often she spends time together on the phones. Итак, смотрим на варианты, она ходит с семьей в магазин, использует Snapchat, приглашает друзей к себе домой и меняет свой телефон. про смену телефона ничего не было сказано, про снайпчат было сказано далее, потому что сказано, что чаще они проводят вместе время в телефоне, да, а вот раз в месяц они ходят, собственно, в этот торговый центр, да, и вот оно подтверждение. Those small trips are infrequent about once once a month. В 14-м вопросе, даже если слово peers незнакомых, что означает вообще одногодки, однолетки, ровесники, проводят вместе, вернее, в одиночестве, да, время в своих комнатах, и каким это кажется, да, natural soothing awkward difficult. Смотрим опять в текст. И в тексте мы видим следующее предложение. Unlike the teens of my generation who might have spent an evening tying up the family landline with gossip, they talk on Snapchat, ля-ля-ля, да, вот это вот, они рассказывают, чем они все-таки занимаются. И вот дальше, да, она сказала мне, что она проводит большую часть своих летних каникул в одиночестве в своей комнате. That is just the way her generation is, she said. Это то, как проводят их generation, поколения, да, свой отдых. То есть, в этом нет ничего сверхъестественного, а соответственно, это ответ natural. То есть, это вполне естественно для них. И это абсолютно нормально. Все остальные варианты нам совершенно не подходят. В следующем пункте, да, дальше текст продолжается, я уже переключу. Следующий вопрос, 15-й, здесь нужно обратить внимание на слово not, что не подходит. Просмотрев текст, мы видим следующее. Most of them feel extremely unhappy. Есть ли в тексте информация про то, что дети себя чувствуют несчастными? Ну, какой-то намек не был, потому что говорилось о том, что psychologically they are more vulnerable than millennials were. Depression, suicide, да, это все касается вот темы несчастья. Значит, это правда, это нам не подходит. It's easy to hurt them psychologically. Опять же, в этот пункт уходим, да, мы понимаем, что тоже это декст отражено. They prefer loneliness to company. Выше было сказано, что они все по своим комнатам сидят, тоже не подходят. They have more physical health problems. Ничего про health problems здесь в тексте не сказано. Worst mental health, да, то, что они как-то не развиты физически или какие-то у них проблемы, в тексте не сказано. Значит, у нас здесь правильный ответ будет 4. В 16-м пункте к чему относится вот это вот слово that? Оно у нас выделено жирным, да, и нам необходимо вернуться чуть выше. здесь история о том, что при разговоре очень часто люди, ну, конкретно подростки, да, они даже не отрываются от своего телефона или Apple Watch и просто смотрят, не смотрят на своего собеседника, да, и дальше она говорит, это ранит, это неприятно, и люди, поколения моих родителей этого не делают, да, смотрим на варианты ответа, being glued to their phone, быть приклеенным к телефону, ну, возможно, да, нам подходит, нам надо убедиться, что другие не подходят, behaving in a mean way, вести себя грубо, про грубо здесь ничего не было, да, никто не хочет себя показать грубо, listening attentively to friends, ну, здесь тоже, да, этого нет, они не очень внимательно слушают, а может быть, если слушают, то этого не показывают, discussing their problems, вообще исключаем, да, никто там проблемы ничьи не обсуждает, соответственно, единственный правильный вариант, I know my parents' generation didn't do that, они не были приклеены к своим телефонам, да, они выполняли, может быть, все остальное, но к телефонам точно не были приклеены. В 17-м вопросе, the fact that Anstena threw away her friend's phone proves, факт, что она выкинула телефон подруге, да, когда там был разговор, доказывает, что. Находим этот момент в тексте, смысл был в том, что она там рассказывает про свою семью, I was trying to talk to her about my family, а подруга отвечала, да, да, конечно, и в итоге она выкинула телефон, да, что же это доказывает. Посмотрев на варианты ответа, мы понимаем следующее, ну, если вот мы начнем с конца, her friend thought she was doing the right thing. Ну, здесь не сказано, да, что вообще ее отношения, правильно, она сделали неправильно, не подходит. Smartphones make teenagers more aggressive. В этом, в этом нет никакой агрессии, да, это единичный случай, который рассказала девочка, когда вот ее уже, ну, пробесило, что, когда она пытается поделиться, да, никто на нее не реагирует, не подходит. teenagers know the problem caused by friends. Ну, девочка сама подросток, да, и она сама, как бы, поняла, что есть такая проблема. Вот, да, однажды вот это предложение, once she told me she was hanging out with a friend who was texting her boyfriend, да, она проводила время с подругой, которая в то время переписывалась со своим парнем. Под вопросом ставим, вот этот ответ, smart phones can cause mental health problems. Ну, это слишком сильное заявление, да, которое мы исключаем, единственный правильный ответ у нас получается ответ 2, да, то есть, это единственный ответ, который подходит под этот текст, да, дальше уже сказано, что, хоть она и не поддерживает вот это aggressive behavior, да, но все-таки нужно меньше использовать телефон, то есть она осознает эту проблему. И последний вопрос, what does the author suggest in her article, да, что же она предлагает в своей статье? Phone used by young people should be limited, должно быть ограничено. Вот, на самом деле, мы уже и нашли этот ответ, вот конкретная фраза. Life with limited phone use. Проверяем, не подходит ли следующий. Smartphones cause violent behavior. Нет никакого утверждения, что именно смартфоны являются причиной жестокого поведения. Smartphones are not safe. Нет какой, никакой здесь информации об этом. There are good and bad sides in using smartphones. Нет размышлений о том, что вот это вот плохо, вот это хорошо, да, это все не уместилось бы в одном тексте, здесь нет рассуждений, здесь идет рассказ. Значит, единственный правильный вариант, это ответ 1, на который мы уже нашли подтверждение. Вот таким образом, мы разобрали с вами задание по некоторым аспектам касательно части письменной. Сейчас очень быстро проходим по устной части. В первом задании нам необходимо нам здесь необходимо прочитать текст. Сейчас отметим быстро слова, на которых чаще всего спотыкаются. Итак, здесь мы отмечаем слова в тексте, быстренько просмотрев, вы самостоятельно прочитаете, что нам нужно ответить. Вот это слово «very», на нем всегда делают. Так, ну и давайте перейдем к разбору устной части экзамена демонстрационного. Напоминаю, что устная часть состоит из четырех разделов. И первый раздел – это чтение текста, выразительное и, конечно же, правильное. Ну, давайте посмотрим, на чем здесь можно было теоретически запороться, но чего вы не сделаете после того, как мы разберем этот текст. Итак, полторы минуты есть на то, чтобы подготовить этот текст, прочитать его выразительно, соблюдая паузы, интонацию, ну и, конечно же, правильное произношение. Итак, самые часто встречаем ошибки. Это слово «very», которое путают либо со словом «very» очень, либо читается «varight». Да, вот эти варианты мы сразу забыли. Здесь должно быть правильное произнесение «very». «From pigeons» – голуби. «Penguins» – ну, здесь все в порядке. Слово «features» иногда произносят неправильно, поэтому на него стоит особое внимание обратить. И, конечно же, традиционно здесь появляется слово «feathers», которое читается не по правилам, а со звуком «э». Ну, я имею в виду, что нет здесь правила долгого «и». Так же, как слово «leather» – кожа, и так же, как слово «help». Следующее, на что стоит обратить внимание, слово «female», warm-blooded, ну, temperature, я надеюсь, что это слово довольно знакомое. Surroundings, mammals, fascinated, ну, в слове «gis», да, долгий звук «i» чуть-чуть протянуть. Ну, и, в принципе, все. Из самых типичных ошибок, которые можно совершить, вот те слова, которые я подчеркнула, на них нужно обратить особое внимание. Переходим ко второму заданию. Второе задание необходимо по определенному заданию, да, по определенному критерию задать вопросы. Итак, первое, что нужно было сделать, это прочитать, куда именно мы звоним и чего мы хотим узнать. Да, мы хотим поехать на велопрогулку, и нам нужно узнать, какой минимальный возраст допускается, какие нужно сделать подготовки для этого, количество людей в группе, есть ли размещение на ночь, да, либо какое оно, и длительность поездки. Опять же, здесь, возможно, разные варианты. Сейчас мы посмотрим, какие вопросы будут приняты на экзамене, да, либо вот на этой демо-версии были бы приняты. Итак, что касается минимального возраста, можно задать вопрос. What is the minimum age to go on the bicycle trip? Либо How old should I be to go on your bicycle trip? Здесь, конечно, обязательно нужно обратить внимание на то, что мы спрашиваем про конкретную поездку, которая не какая-то, да, не a bicycle trip, не слово to, просто they, да, чтобы к вам, к ним кому-то поехать. Здесь очень важно указать, что мы звоним именно вот в вашу контору и у вас хотим узнать, сколько мне должно быть лет. Следующий вопрос. Is there any preparation for the trip? Либо What kind of preparation is there? Либо Do I need to prepare anything? Or Should I be prepared to anything? Следующий вопрос. How many people are there in the group? Можно спросить, how many people will be there in the group? Оба вопроса будут правильными. Про тип размещения на ночь можно спросить тоже несколькими способами. Is there any accommodation for the night? What accommodation is there for the night? Рекомендуется, конечно, все равно повторять формулировку вопроса, ну, чтобы более точную информацию запросить. И последний. How long is the trip? How long will the trip last? How long does the trip last? Все вопросы также будут правильными и принятыми. Переходим к третьему заданию. Опять же, задания 3 и 4, они довольно творческие, потому что здесь, так же, как и в письменной части, нет какого-то, вот, 100% правильного ответа, да, то есть здесь можно, опять же, по-разному раскрыть, на разные сделать акценты. Мы проговорим самое важное. Ну, во-первых, что стоит сделать, это обратить внимание, естественно, на план, особенно на вот эти два вопроса. Один из них, любой, иногда забывают спросить, где, иногда забывают спросить, как, но вот что-то забывают. Поэтому этого, конечно, делать не стоит. И, конечно же, я напоминаю, что обязательно в таких видах работы должно быть включение, вступление и завершение. Ну, картинки у нас такие все патриотические. Выбирать картинку нужно в зависимости от того, что вы на ней можете описать, да, и какую историю вы можете придумать. В качестве примера мы возьмем, сейчас я лишнюю уберу здесь, мы возьмем, ну, давайте первую картинку. Здесь, на самом деле, разницы никакой большой нет. Единственное, что третья картинка, ну, она отличается тем, что, да, там какое-то празднование происходит, а все остальные просто связаны, да, с туристами. Итак, первое, с чего нужно было начать, обязательно свой ответ. I have chosen picture number. Это такая вводная фраза дежурная, которую очень просят произносить. Дальше нам необходимо какой-то переход сделать для рассказа. Можно сказать, hey, come over, или hey, Mary, прямое обращение, да, к другу. I need your opinion on one of my photos. I took this photo, если мы взяли picture number one, значит, мы можем сказать, I took this photo last summer, точка. My friends and I were walking on the red square. Мы сказали, где? Либо, we were walking in the center of Moscow. Все, на первый пункт мы ответили. Дальше мы переходим к описанию картинки. Here you can see a woman, her, or a young girl, her name is Kathleen, and she is from Brazil. We met her last summer, and my friends and I decided to show her the center of Moscow. So, here you can see Kathleen. She is taking a picture of the main square of our country. She is holding her jacket, and she is smiling. In the background, you can see the historical museum. Вроде это он. Дальше мы раскрыли два пункта. Мы рассказали, кто на фотографии, что происходит, использовали Continuous и рассказали о каких-то действиях. Дальше мы переходим к самым главным вопросам, где мы должны раскрыть тему. По поводу описания, можно, конечно, уйти в какие-то детали, но это не обязательно. У вас лимит разговора 2 минуты, с вас требуют 12-15 предложений, поэтому, учитывая, что у нас было вступление, даже если не учитывать комментарии по поводу того, кто такой Кэтлин, когда мы где-то познакомились, все равно мы уже набираем по каждому пункту хотя бы по 2-3 фразы, чего уже достаточно. Итак, для перехода к четвертому пункту нам необходимо вообще заявить о том, что мы к нему переходим, поэтому можно сказать I keep this photo in my album. Ну, здесь написано it, да, конечно же, it нельзя произносить, мы должны обязательно сказать my photo. I keep this photo in my album because this was the first trip after the quarantine, so it's something unusual to share with my future children. Ну, это такая фраза, которую я вам предоставила в качестве примера, к данным картинкам ее тоже можно использовать, но поскольку история уже была, да, про подругу из-за границы, можно тогда сказать следующее. I keep this photo in my album because this was my first day with a new friend, Kathleen, and this day was special because my friend is from a very faraway country, so it was important to me to show our city in the best light. Ну, к примеру. И дальше мы переходим к последнему вопросу. I decided to show this picture to you as I want to send this photo to the photo contest and I need your opinion on it. Опять же, в данной картинке, наверное, это не очень подойдет, поэтому в данном случае можно было сказать. I decided to show this picture to you to prove that despite the fact that all the borders were closed, still there were some tourists from different countries, some foreigners in our city. So this is the real proof of this fact. That's all I wanted to say. Опять же, смотрите, можно подходить к этому заданию формально и использовать типичные фразы «Я всегда с тобой беру свою камеру, поэтому у меня вот так много фотографий, я решила тебе показать эту фотографию, потому что я очень ценю все эти моменты счастливые, которые отображены на этом фото, вот можно чуть более творчески подойти. Опять же, это зависит от вас, от ваших возможностей. Что касается четвертой картинки, здесь необходимо было помнить о том, что в первую очередь всегда надо смотреть на четвертый пункт, где показана тема, на которой нужно рассуждать. Как вы видите из этих картинок, у нас здесь тема celebrations, ну, собственно, в четвертом пункте так и сказано. Значит, все наши сходства и различия должны быть в первую очередь построены именно на этой теме. Перед тем, как давать brief description, action location, что происходит и где, необходимо также дать вступление. Как это может все выглядеть на самом деле? Начинаем с фразы Дальше переходим к первому пункту. Мы сказали, чем они занимаются и где они этим занимаются. Это очень важно, эти два пункта тоже иногда одну часть из этих пунктов забывают. Переходим к следующему. These two pictures have something in common. First of all, all people in these pictures are smiling and they look happy. Secondly, these people celebrate some important event либо events, можно сказать, and they give presents to one of the children in the pictures. Мы связали общие с темой celebrations. However, there are some differences. In the first picture, judging by the decorations and the clothes that people are wearing, we can see that a family is celebrating Christmas or a new year. И не важно, что мы вначале уже это проговорили. Здесь другого не придумаешь, здесь не так много вещей, на которых можно сделать упор, поэтому не бойтесь повторять то, что было сказано на самом начале. In the second picture, the children are wearing light clothes and they're having a birthday party. In the first picture, the family is indoors, while in the second picture, the children are outdoors. Speaking about me, when I was a child, I preferred a new year more because it was such an exciting holiday with fireworks, tasty food and a lot of presents. This celebration was particularly great because my parents always organized some entertainment for our guests. That's all I wanted to say. Итак, обращаем внимание, что в формулировке четвертого вопроса у нас написано you preferred as a child. Этот пункт тоже очень важен, потому что иногда бывает, вернее, до 2018 года всегда была формулировка which situation presented to pictures would you prefer? Ты бы предпочел, да? Здесь уже нас спрашивают, что мы предпочитали, будучи детьми. То есть, повествование будет в прошедшем времени. И это очень важно. Вот таким образом мы с вами разобрали основные задания демо-версии 2021 года по английскому языку. Я надеюсь, что такой разбор вам помог понять, на что нужно сделать упор, понять, в каком направлении нужно работать. И я надеюсь, что при правильной подготовке, при правильном настрое, при умении замечать английский вокруг себя, вы все-таки добьетесь высоких результатов. Ну, а если вас интересует больше разборов, более подробных разборов заданий, то вы можете перейти на сайт 80балов.ру и ознакомиться с видеокурсом, который я представляю по разбору заданий и подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Я желаю вам удачи в подготовке, успешных экзаменов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok